Маски. Конечно, большое неудобство – это маски. Все время в них. А так-то, в принципе, ничего. Только ограничений больше стало. В финансовом плане ваша жизнь как-то изменилась? В финансовом нет, не очень. То есть, ну, есть работа, слава богу. Да он как раз ее не изменил, а остановил. Потому что многое, что планировалось сделать, а получилось невозможно. Ну, а что вы планировали? Ну, как? Планировала? Ой, личные отношения, например, выстроить правильно. Но тут из-за всяких этих запретов, ограничений, все это стало невозможным. Посидели дома? Ну, нет, я сильно не сидела дома. Я старалась все равно максимально гулять, ходить, ездить. То есть, можно сказать, не соблюдала режим. Может, это и спасло. Потому что, наоборот, кто у меня подруги сидел, те заболели. Работа, деньги, как-то вы? Ну, у меня как раз с работы получилась проблема. Потому что я как ушла на пенсию, а хотела найти работу, а в результате получилось, что год пропал. В смысле работы – это большой, простой получился. Изменился режим работы. Лучше в сторону. На удаленку? Да. И это вы оцениваете позитивно? Ну, конечно. Почему я постоянно ходить, например, или ездить на работу, когда я могу дома всю работу сделать и все, спокойно отдыхать? Уменьшились доходы. Сократился рабочий день до шести часов. А раньше сколько было? Восемь. Стали меньше ходить в какие-то развлекательные заведения, театры, выставки, кинотеатры, дискотеки. Меньше ходить в гости, собираться большими компаниями, куда-то выезжать. Ну, вообще у нас палочка-выручалочка, отлично. У меня сад. Потому что мы с апреля месяца как уехали. Ну, понятно, что приезжали-уезжали, но это было спасение своего рода. То есть там без масок. И до самого, ну, сентябрь месяц. Ну, по сути, сейчас уже не так страшно. Я вот была, ну, в общем, так скажем, в Ставропольском крае, в Пятигурске, в Нальчике. Там вообще маски почти не носят. И как-то не страшно там. Ну, с маской поначалу было сложно. Все время домой приходилось возвращаться, выйдешь, ну, погулять, ааа, маску забыл. Вот. А так нет. Все как было, так и есть. Никто не болел у вас? Ну, мы с мужем переболели, но нам повезло в легкой форме переболеть. Ну, слава богу. Да, у нас только не было обоняния. Это очень грустно. С утра, когда встаешь пить кофе, а оно никакое. Просто вода. Мы, например, потеряли путешествие. Мы очень любим ездить в Петербург. У нас были забронированы отель и билеты. Да, пропала у нас поездка в Петербург. А так что? Ну, в основном стали как-то больше ходить, гулять, да. Ездить меньше, а ходить больше. Да, 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 да. Потому что сидишь дома и... В общем, мы приспособились, несмотря ни на что. Хотя очень жаль. Ну, лучше бы это закончить. А образ жизни сегодняшнего? А мы пенсионеры. Как-то сильно поменялся? Ну, мы, видите, на работе... Ну, меньше контактов с детьми, там, предположим. Это да. С детьми, с друзьями меньше контактов. Видите, самое главное – иметь философию. В любой жизни, другой жизни не будет, поэтому надо приспосабливаться. Все проходит, и это пройдет. Вот и все. Так что не так все плохо. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова